девочки всем огромный привет привет девочки я сегодня накрасила губы муж говорит хотела стереть он говорит нет не стирать так игру ну посмешу девочек вот смешу вас прям сразу девочки сегодня я буду готовить наконец-то баклажаны с капустой салат видите какая у меня тут потертость это я его так часто готовила старая потертая страничка что мне нужно для этого рецепта если я бы полный рецепт готовила то мне бы нужно было 2 килограмма капусты и 2 килограмма баклажан ну и то есть все в два раза больше а я буду готовить на пол порции потому что если я планирую вам показывать рецепты если я буду готовить их все и по целой порции то я опять заставлю весь погреб кто кушать будет нас теперь двое поэтому я буду готовить по половинке порции ладно это все присказка сказка впереди покажи что мы возьмем для салата баклажан с капустой мы возьмем капусту баклажаны чесночок морковь перец сладкий помидор в огороде морковка в огороде перец в почему не говоришь помидоры в огороде капуста в огороде чеснок в огороде единственное что она купила но здесь сибири баклажаны да просто поздно растут надо да мы еще не скоро вырастут купила я литр уксуса девяти процентного мне нужно будет масло мне нужно будет соль и немножко сахар сахара это я уже в рецепте он не участвовал но я его добавляю так по щепотке сколько чего я подпишу под видео обязательно постараюсь для вас это сделать почему помидорки спросите желтые потому что они более плотные сорт такой нет я принесла красные но они как-то поспелые поспелее а я хотела поплотнее взять чтобы не сильно разваливать в этом салате все будет свежее кроме баклажаны не будут обжарены и морковь и все приступаем к приготовлению этого салата для начала мы порежем капусту перец помидоры это все будет у меня мариноваться потом а баклажаны и морковь я обжарю ладно все поехали делать мой капусточка прям смотрите какая сочная наросла только что грядочки мне нужно ее будет пошинковать той тоненькой соломочкой вот такой у меня нож есть приспособа для капусты но все хоть это как сказать не руками а то все прям руками видите как хорошо шинкует я девочки еще раз взвешиваю специально для вас а то вам же потом важно сколько баночек получится правда же поэтому я взвешиваю нашим ковала девочки смотрите так такая капустка вот ровно килограмм сейчас буду как шинковать перчик девочки я взяла ну не ровно 500 грамм 520 грамм меня наверно может погрешность весах перчика это я его буду крошить соломкой крошим помидоры как вам нравится но постарайтесь их сильно не измельчать а то их вообще не будет видно в банке девочки морковь я буду крошить кубиками мне надо покрупнее чтобы что-то было видно я же ее обжарю потеряется она в салате поэтому крошить и покрупнее морковь покрышила иду ее обжаривать на подсолнечном масле так как вот для этой порции мне нужен будет нужно будет где-то примерно 180 миллилитров подсолнечного масла то я сейчас замеряю и буду оттуда отливать 180 миллилитров я вот возьму на пол порции налила масло немножко нагреется и буду высыпать морковь ставим обжариваться до мягкости девочки мне осталось покрошить баклажаны видите как быстро готовится этот салат и баклажаны мне желательно тоже покрупнее покрошить так примерно вот эти баклажанчики я вчера купила у леночки на базаре лена передаю тебе привет и всего по 30 рублей а уже вот такие по 48 которые покрупнее и побольше и посвежее так что ходите девочки кто на Валтайске живет на базарчик вам предложат всегда овощи хорошие по вашей цене доступные для вас вроде нож это острый не хочет резать баклажаны мягкие ну мне пойти для этого салатика надо же все поэкономнее делать нет этот салат я из Казахстана готовлю это у меня уже очень очень давношний рецепт больше 20 лет ему ну готовишь то в Сибири все девочки я с овощами справилась сейчас я обжарю также баклажаны и все перемешаю ну вам все покажу какая последовательность будет и его нужно будет оставить на 3 часа у меня морковь обжаривается я поставлю другую сковороду я вот ее смотрите в марте купила она у меня уже вот так сгорела я не знаю как они у меня быстро сгорают но я конечно готовлю на них может качество такое офигительное лариса на двух сковородках решила что побыстрее все тоже буду сейчас обжаривать одна крышка крышку разбила в общем не везуха у меня не пруха девочки морковь у меня обжарилась не хочу я ее выкладывать в отдельную миску 10 мисок марать вы уже знаете что я ленивая ну ничего так красиво смотрится морковочка ну я крышку подняла и обжарила еще без крышки вот видите как а там у меня баклажаны жарятся слышно все выключаю масло с морковью оставшееся я слила сюда в баклажаны видите как они у меня уменьшились в объеме сейчас я их крышкой закрою все пусть жарятся девочки я взяла вот в тарелочке у меня 80 грамм чеснока ну это опять же по желанию можете больше положить кто поострее любит можете чеснок я помельче порубила добавляю сюда чашку теперь я сюда добавляю смотрите две ложки сахара и девочки вот при вас вообще я бы солила посолю попробую посолю попробую ну вот для вас же видите с горкой раз ложка и вот два ложка две ложки я насыпала соли если будет мало то добавим еще 125 миллилитров 9 процентного уксуса выливаем сейчас у меня там баклажаны обжарились немножко остынут я их не стала уже сюда сваливать я сейчас это перемешаю сначала и их тоже перемешаю вместе с салатиком и оставлю это все на три часа нужно будет немного помешивать ходить это должно дать сок и потом только останется разложить по стерилизованным баночкам и простерилизовать я буду в 0,5 литровых баночках делать ой тут уже смотри сок появился да еще не солила о только посолила пока стояла добавляю баклажанчики и сейчас все это промешаю помешиваю еще разочек какой ароматный запашок все девочки перемешала отставила и так вот нужно ходить немного помешивать часа три прикрыла салат прошло три часа с того момента как я этот салат оставила вот столько здесь сока от овощей овощного теперь я это все складываю в банки и буду их стерилизовать пол литровые баночки я буду стерилизовать 20-25 минут вот с половиной порции которые я готовила овощи для пол порции вот у меня вышло 7 пол литровых баночек вот сколько осталось ложка наверно хочу сказать следующее что я больше не досаливала не сахарила ничего не делала сейчас грею водичку немного теплая чтобы была и ставлю их стерилизоваться на 20-25 минут банки крышки я тоже все простерилизовала я начала закручивать баночки уже у меня это предпоследняя осталась одна баночка и вот баклажаны с капустой у меня уже готовы теперь мне тут наша зрительница Светлана Кайл если она меня смотрит помашите мне ручкой ну вот прислала рецепт очень-очень быстрых баклажан наверное следующее следующее видео будет как раз ее рецепт она мне сказала что у нее нет камеры но готовятся они очень быстро я сейчас завешала баклажаны у меня как раз килограмм можно вам заснять и посмотрим только я буду готовить их на пол порции опять вот 7 баночек готовы теперь я их укутываю и они у меня стоят до остывания все готово я хочу вам сказать всем пока-пока всего хорошего поддерживайте меня лайками дизлайками пишите комментарии увидимся в следующем видео